здравствуйте дорогие друзья знаете я сегодня вместо майса расскажу вам урок лидерства сейчас смотрю все ходят всякие деньги платят чтобы узнать как стать лидерами я расскажу это с точки зрения торы абсолютно бесплатно в главе вайра хотя бог сказал что в конечном итоге маша ждет успех он говорит сыны израиля не послушать меня не послушали меня как же меня послушает фараон явит косноязычен и тут содержится важнейшая мысль лидерство часто сопряжено с неудачами любые вообще успехи сопряжены с неудачами как ни странно например там вот что кто не знает ранее импрессионисты они прошли сами просили организации выставки никто ничего не покупал их работы отвергались и так далее первая постановка весны священность травинского знаменитого вызвала возмущение улюканье и выгонялись залом что еще ван гог при жизни продал только одно полотно вообще и они с ним никто не разговаривал хотя его брат теодор был крупнейшим торговцам картин с политическими лидерами то же самое линкольн и черчилль сталкивались бесконечными неудачами и проигрывали бесконечно в отдельные периоды они вообще были на полном дне мечта ганди объединить мусульман и индуистов в единую нацию потерпела крах и говорить не о чем нельсон мандейла сколько 27 лет в тюрьме там по обвинению гос измене и так далее только в исторической перспективе их деяния стали героическими и только не оглянувшись назад мы увидели переужиты им всякие неподдачи на пути к успеху в нашем анализе вот это мы приходим к тому что на всяком поприще высоком низком среднем религиозным светском лидеры проходят через испытания не успехами а поражениями не только лидера любой к чек который достигает успеха он идет через поражение иногда победы даются вообще очень сложно обстоятельства экономические политические психологические могут вообще так сказать как бы оказаться благоприятными или неблагоприятными в условиях экономического бума бизнес процветает в первый месяц после выборов победитель получает там имидж успешного политика первый год после свадьбы большинство браков счастливы для успеха благоприятное время особых талантов не требуется но потом климат меняется он всегда меняется да вот и тогда браки бизнес и политики терпят крах бывает у меня когда даже величайшие спотыкаются такие моменты характер человека именно проходит проверку на крепость великие люди не те кто не терпит неудачу а те кто способен пережить неудачу да кто продолжает идти вперед или отказывается быть побежденным кто не сдается и не смиряется идет вперед несмотря на все они не оставляют попыток они учатся на своих ошибках они считают что неудачи полезны и всякий раз отказываясь признать поражение человек становится сильнее мудрее решительным и в этом смысле жизненное писание маша она совершенно выдающиеся один из как бы специалистов по лидерству сказал так что важнейший признак истинного великого человека в отличие от простых или просто удачливых даже не отсутствие трудности а способность после отступления даже жестоких катастроф становиться сильнее чем прежде дорогу из тьмы осиливает и невероятно упрямые типы которые по самой природы не склонны к капитуляциям одно дело пережить сокрушительное поражение и совсем другое до отказаться от ценностей и устремлений которые наполняют смыслом вот эту всю борьбу которую ты вел поражение не столько физическое состояние это душевное переживание успех это падение снова подъем и так до бесконечности так устроен мир был такой рабе хутнер он однажды написал письмо своему ученику который был обескуражен неудачами во владении талмудом он написал что неудачи которые переживают многие из нас случаются если мы уделяем слишком большое внимание например достижением великих людей мы рассуждаем таким образом они смогли добиться такого там или мой папа или мой там родственник или кто но мы забываем упомянуть о той внутренней борьбе которая была у них которая мы не видели который разглядала их можно со стороны подумать что эти люди прямо выпаркнули из рук создателя в состоянии совершенства да ничего подобного в результате подобных размышлений люди так сказать вот особенно которые наполнены моральными там энтузиазмом встречая препятствия воображает что они недостойны не такие вот это не получается не умны однако написал ра в своем письме знай что твоя душа не пребывает в спокойности и в благости намерен он сражается в битве добра и зла здесь надо вспомнить афоризм проиграй битву но выиграй войну разумеется мы спотнуться можем и вновь споткнуться и во многих битвах такое будет да 7 раз написано упадет праведник и встает глупцы считают что предназначение этого стиха научить нас то праведник падает 7 раз но несмотря на это подымается но мудрый знает суть и найти праведник встает именно потому что до этого упал 7 раз и мысль вот трава кутнера в том что величие нельзя достичь без поражения ничто в этом мире не заменит упорство не заменит его талант не заменит его ничего да более талантливые уходят а упорные идут вперед понимаете не заменит упорство гениальность ведь непризнанный генис это обычное дело да поэтому если временами мы чувствуем себя обескураженными или даже больно там времена мы чувствуем себя что надо помнить что великие все они шли через поражение они продолжали идти вперед это дело их успешными дорога к успеху проходит через многие многие долины неудачи другого пути нет брахава от слава